ну что да всем здравствуйте здравствуйте кто присоединился и смотрит сейчас здравствуйте все кто будет смотреть записи мы вышли запись этого процессе того как мы будем рассказывать можете задавать вопросы будем на них отвечать можно было раскрыть тему более полная емко ну что мы сегодня будем говорить о том что такое фокусы языка каким образом они связаны с системой убеждений и как можно работать с помощью фокусах физика влияем систему убеждений не соответственно меняя свою жизнь для начала мы представимся андрей близняков юлия рослова нлп тренера руководители тренера и тренеры института нлп южного института современного нлп разработчики со разработчики вместе с нашим другом алексеем смолкиным периодической таблицы фокусов языка вот та самая красивая картинка из четыре на четыре странных буквочек которые вы все видели которую мы естественно на тренинге все подробно расскажем вот разработчики также вместе с алексеем первой в россии настольной игры по фокусам языка и собственно говоря продолжатели продолжатели развиватели дело дело нлп но в частности по фокусах языка мы ориентировались на то что фокусы языка были описаны робертом билдсом они были описаны хорошо интересно это рабочая система но не возникало очень много вопросов и мы эту систему доработали мы не создавали что-то с нуля мы не отрицали работу роберта билдса мы ее разбили а мы увидели такие нюансы которые позволяют эту систему понять освоить гораздо быстрее нежели раньше а и не использовать для проработки внутренних каких-то убеждений для проработки собственных стратегий мышления ну и я работаю в том числе юль услышно просто может быть немножечко тихо до попробуйте сделать погромче может быть ну в любом случае да в любом случае там записи мы звук подтянем и так ну что давайте давайте ближе к ближе к теме вообще вообще с чем с чем предполагается работать собственно мы в рамках этого вебинара хотели рассказать о в общем-то двух вещах о убеждениях вообще и о фокусах языка если говорить об убеждениях то ситуация такая двоякая да с одной стороны все очень просто с другой стороны все все безумно сложно что касается что касается убеждений то никаких сложностей в их понимании нету мы существа лингвистические мы люди но наверное в меньшей степени способны чего-то там в мире окружающим да из того что мы понимаем даже не чтобы воспринимать напрямую а строить какие-то вот модели там описательные как тот обучаться воспринимать мир мы можем а вот чтоб с этим восприятием что-то сделать дальше в дальнейшем нам нужно его зачастую описать там визуальные кинестетические описания они не дают того результата которые дают наша замечательная любимая вторая сигнальная система которая в нлп выражается аудио-дигитальной модальностью то бишь слова и вот как она там на самом деле да то есть день болит нога 2 болит нога 3 болит нога 4 болит нога это статистика это просто кинестетическая статистика ни о чем она не говорит до того момента когда мы например возьмем и сделаем вывод типа ноге капец все это с одной стороны убеждения да это вот это подытоживание не так уж и важно убеждение на чем основана на реальной статистике или просто вот нам показалось да или там в телевизоре рассказали или там кто-то релевантный и значимый поделился с нами откровением о том что вот что-то хорошее или что-то плохое или что-то еще какое то есть с этой точки зрения убеждения очень простая вещь да они могут быть сильно ограничивающие могут быть там слабо ограничивающие они могут достаточно адекватно описывать происходящее и создавать нам вот ту самую возможность учиться развиваться возможность предсказывать мы через убеждения формируем описание мира в котором мы живем и в котором мы можем понимать что будет если я сделаю вот так если они сделаю вот так да что значит когда я вижу вот это или не вижу вот это или слышу вот это нормально эта система система нашего обучения знанием о мире таким образом получается что в процессе познания не в процессе просто восприятия происходящего вокруг на во всех модальностях в какой-то момент возникает система описания лингвистическая система описания и в этом помогают ближайшие родные да мама папа и так далее в какой-то момент круг становится достаточно широк и у человека возникает описание мира некоторое знание вот та самая система убеждений да и как сказал уже андрей вопрос не в том она поддерживает она ограничивает она является нейтральной это просто а некоторые выводы которые человек делает на основании того что с ним происходит и иногда это действительно бывает статистика иногда это бывает просто некритично воспринятая информация но на которой человек уже строит свою жизнь мы сейчас не будем сильно лезть в глубину именно самих убеждений да разбираться там какие из них там больше ограничены меньше там из чего состоят это наверное дело чуть дальше мы расскажем вот о чем то есть убеждение как сказали даже только не сложная а сложность возникает в том что нам его иногда надо найти то есть если мы когда-то в какой-то момент времени восприняли какую-то идею но не как идею а именно как вот убеждение то есть она стала элементом нашего описания мира мы живем теперь с этим и очень тяжело ее увидеть после этого и дальше наши убеждения просто вот как-то проскакивает они начинают в том числе выполнять роль фильтров внимания да они начинают управлять нашей жизнью они начинают закрывать или открывать какие-то там изрядные части и вот знаете есть такая ну есть нет нету была не знаю как как говорить да в свое время когда я начинал изучать нлп в первый кажется на первом кажется курсе нлп мастер он проходил под эгидой типа давайте будем работать с убеждениями и поискать ограничивающие убеждения там и все такое прочее но он странновато немножко проходил потому что мы вроде бы как копили способы как трансформировать ограничивающие убеждения типа можно так можно так можно так можно так можно так но какой-то момент времени мы стали догадываться что дело не в способах то есть одного двух трех способов там трансформации именно ограничивающие убеждения более чем достаточно самое главное блин их найти и уже позже да когда когда стал преподавать когда у нас юлия здесь уже преподавали фокусы языка регулярно возникает ситуация другая у людей нет с чем работать на вот на тех же самых тренингах по фокусовым языкам вы возьмите какое-нибудь убеждение люди такие например где да например откуда мы его возьмем например чем нам работать и мы начинаем какие-то такие бы базовые а вот чтобы добраться до своих убеждений мы обещали на этом вебинаре сдать два способа поиска убеждений вот тех самых именно ограничений да есть ли они например а пора это сделать итак способ номер раз все наверное слышали такую замечательную штуку аффирмации типа находим в интернете очень крутые классные слова типа там я самый умный это меня самый красивый и вот так под тону подобные идеи по легенде аффирмации должны заставить там частым повторением в голове у человека в общем то переписать реальность это заменить убеждение сразу скажем так скорее не работает чем работает голова предмет темный изучению подлежит мало и замена там не происходит там могут вполне лежать взаимоисключающие параграфы никак друг другу не мешая поэтому то что вы поверили что вы умный это еще ничего не значит да если рядышком лежит идея о том что вы глупы они спокойно сосуществуют и будут рвать вас на часть вот аффирмации полезные с точки зрения поиска убеждений немножечко другим вы берете например список аффирмаций по теме которую вы хотите проработать и начинаете делать очень простую вещь берете листочек ручку там до блокнотик и берете какую-то аффирмацию и вот вы ее читаете можно даже вслух потом после нее добавляете слова но и вот внутри себя что идет за вот этим но просто пишите в том формате в котором идет так как идет до убеждения по первости может быть сложно выразить словами ну потому что там в голове они лежат уже как бы давно уже без слов до слова давно забыты но то что идет вот следом за вот этим но после аффирмации вы напишите 1 2 3 и вот этот вот протест внутренний против аффирмации он проявится если он есть конечно если за этим но ничего не идет ну окей бывает мне не все же у нас это требует помощи психотерапевта до непрерывной мы верим в то что есть люди здоровые там счастливые без ограничивающих убеждений все нормально но если там есть что-то она в таком формате совершенно точно вылезет и вы по крайней мере получите что-то с чем имеет смысл поработать покрутить пошатать подумать потому что вот и тут мы опять же то что нашли очень давно если вы убеждение вытащили вот если вот хотя бы например в таком формате вы вытащили хоть что-то словами все нормально там уже там уже даже прям вот не нужно ничего какого-то такого даже каких-то супер технологий уже не столько надо потому что вы его уже осознали вы его отрефлексировали мы все достаточно взрослые люди для того чтобы иметь возможность сами с собой там поговорить да и мысли какую-то покрутить по трансфер да может быть это будет не так быстро как какая-нибудь там супер техника но тем не менее это все равно будет вот это это путь номера да способ да и вот интересный тоже момент когда вы выписываете вот эти свои но если у вас есть опыт но навык да там сама рефлексии у вас может возникать внутреннее сопротивление и на уровне тела в том числе да то есть вы позитивную аффирмацию произносите но внутри что-то напрягается да там я конечно буду утрировать там глаз дергается там дыхание замирает и так далее то есть это тоже признаки того что вы не согласны внутренне не согласны с вот этим позитивным утверждением от если не согласны тогда что да что за этим и вы продолжаете выписывать ну это вот такие детали на которые можно дополнительно обратить внимание в работе с позитивными утверждениями для объявления ограничивающих убеждений до 2 2 2 способ он тоже интересен сейчас в интернете огромное количество списков ограничивающих убеждений по разным сферам ну то есть хотите список ограничивающих в убеждений финансовой сфере хотите список ограничивающих убеждений там в отношениях ну и так далее и вы начинаете читать эти списки если вы читаете первое ограничивающие убеждения и у вас есть возражение почему это не так как будто бы вам другой человек говорит там ну вот у меня проблемы в отношениях потому что ну вообще щас люди там все какие-то неадекватные, да, а вы говорите там, да нет, там есть исключения, окей, значит, это ограничивающее убеждение, оно не ваше. Ну, то есть вы имеете какие-то другие примеры, которые подтверждают противоположное. Но если вы читаете какое-то ограничивающее убеждение и вы с ним согласны, то есть у вас нет аргументов против этой фразы, это значит, что это ваше убеждение, да, вы попадаете в свою, в свою полосу описания, да, там, в свою сферу описания мира, в которой это убеждение является реальностью, данностью, да, и вы не можете выйти до предела этого кусочка системы, соответственно, вы начинаете на него реагировать как на истинное. Мы как-то сделали за вас предварительную подготовительную работу, мы прошерстили изрядную часть интернета, и вот в той самой нашей игре по фокусам языка у нас есть вот такие вот колоды. Это вот про отношения колода, это вот про саморазвитие колода, да, тут везде такие смешные мордочки с несмешными убеждениями, да, такого вот ряда. И да, действительно, то есть вот они, вот они здесь убеждения, вот они здесь ограничивающие, вот они здесь не очень хорошие штуки, то есть, ну, какие-то сильно плохие, какие-то там меньше плохие, но работа с ними вот именно в таком формате, то есть прочитал и подумал, ну, отзывается ли где-то это правдой, да, есть ли у меня против этого аргументы, достаточно ли эти аргументы убедительны для меня, может быть, они и есть, но червячок какой-то там еще там тоже как бы есть, да, вот этого очень много, то есть по куче, по куче тем есть вот эти вот предубеждения, да, там собранные, ладно, у нас для игры нам нужно было 42 карточки по каждой теме, да, это процесс, нам надо было прям поискать, выбрать, но для того, чтобы поискать, для того, чтобы начать, там, естественно, там нашли 10, нашли где-то статью, типа, там, 10 причин, там, почему человек не богат, не женат, не красив, не умен, да, по 10 на каждую, да, допустим, ну, не знаю, вот, все, можно с ними уже поработать, вам же как бы не обязательно 40 штук, правильно, вам нужно вот эти, вы делаете, и тоже, если что-то где-то возникает, вы можете взять тот же самый листочек, блокнотик, да, и попробовать просто вот, есть такая штука, автоматическое письмо, да, там, ассоциативный ряд, просто пишите, что приходит в голову, скорее всего, это будут ваши слова по этому поводу, вот, опять же, нашли, окей, вот, пожалуйста, с этим уже, с этим уже дальше можно работать, вот, и один из способов работы с ограничивающими убеждениями, с убеждениями, которые, там, ну, не очень качественные, да, которые, там, описывают, там, не богатую, да, там, не гибкую реальность какую-то, одним из способов является, как раз, вот те самые фокусы языка, та самая разработка Роберта Дилтса, которую он, ну, правда, давайте так, немножечко потеряв то, что он моделировал, то есть он моделировал людей, которые попросту описывали реальность для других людей, то есть тех, кто вели за собой массу людей, тех, кто меняли мышление, прям, вот, своих соплеменников кучей, да, тех, кто, прям, вот, вносили какие-то концепции, которых до них не существовало. То есть всю вот эту вот мощь Роберт Дилтс свел все-таки к, именно, к работе с ограничивающими убеждениями, когда мы берем убеждения и с помощью вот этих самых лингвистических паттернов его разрушаем. Ну, по большому счету, разрушаем-то мы как? Мы создаем альтернативные описания. То есть все вот эти самые фокусы языка, да, они являются способом посмотреть чуть-чуть по-другому, убеждения. Это убеждения, это то, что описывает какой-то участок мира. И на этот участок мира нужно посмотреть по-другому. Нужно вспомнить, например, что здесь является целью, не важно, как она описана, да, давайте вспомним про цели, например, да, не важно, как это описано, важно, откуда взялось, например, это описание, да, не важно, как это описано, кто еще так думает или кто так не думает, да, опять же, не важно, как это описано, давайте посмотрим, есть ли исключения там из этого правила. Куча, да, 16 фокусов языка, все они являются вот такими как-то хитрыми суперударами, позволяющими двинуть куда-нибудь. Каждый фокус языка это такая отдельная микростратегия по изменению фокусов внимания, да, или точки восприятия какого-то элемента описания мира. И если вы понимаете, как работает вот каждый из этих фокусов, вы можете очень гибко трансформировать изначально ограничивающее убеждение, а в конце концов оно перестает ограничивать, да, потому что мы просто берем его и расширяем. Расширяем так, что обратно пересмотреть его вот в эту точку ограничивающую, ну, очень сложно, да, то есть, чтобы это сделать, нам нужно провести достаточно серьезную работу, но уже в не терапевтическом формате, а в антитерапевтическом формате. Вот, поэтому, да, лингвистика, она очень серьезно влияет на то, как мы описываем мир, и когда мы формируем только описание мира, мы это делаем не критично, в самом детстве, да, и потом практически никогда не пересматриваем, живем, что называется, на автопилоте. Да, иногда корректируем, но скорее, как вот так, тоже хаотично, и тоже не критично. А фокусы языка как раз таки позволяют нам пересмотреть свое описание мира. Можно сказать, перезаписать его, ну, наверное, Андрей, как сказал, слово там расширить, это будет точнее, потому что появятся альтернативы, и, соответственно, выбора будет больше. А наш мозг в каждой ситуации выбирает наилучшее решение, которое там может быть на данный момент. И опять же, опять же, вот к словам, да, в исходном посыле фокусов языка Робердилд действительно предполагал разрушить ограничивающие убеждения, но когда мы чуть более гибко смотрим на убеждения, да, чуть более гибко смотрим на то, что мы с ними делаем, мы действительно переделываем. И мы действительно можем и описать то же самое, но чуть более широко, да, но вместе с тем мы давайте здесь будем честны, мы не будем там прятаться за какие-то ширмы. Фокусы языка прекрасно используются там в продажах, в политике, в пиаре, в том числе в черном пиаре, да, в том числе в не очень, в не очень, как сказать там, в не очень культурных продажах, да, то есть прекрасно, прекрасно в продажах с помощью тех же самых фокусов языка, наоборот, сначала ухудшается ситуация человека. То есть, ну, понятно, да, когда мы имеем дело с классическим, вот давайте есть такое классическое переопределение, я думаю, вот кто, ну, кто бизнес-тренер, или сталкивался с тренингом, они все знают, вот это вот, типа, как это сложно, а это непривычно, да, классика переопределения для бизнес-тренингов, да, и вообще, в принципе, для обучения. Сложно заменили на непривычно. Это расширяет мир, да, это его, это как бы его улучшает, но в другую-то сторону, это же тоже работает, а когда мы, например, хотим, ну, или не мы, ладно, как будто мы так не делаем, предположим, когда кто-то, наоборот, хочет, чтобы к нему побольше людей приходило, да, куда, не знаю, на тренинги, там, на обучение, на коучинг, не знаю, куда там он хочет, да, и он знает, что люди, например, думают о том, что, типа, там, ну, вот, мне не очень легко там узнавать новое, да, с не очень легко человек не пойдет учиться, с не очень легко человек не пойдет лечиться, лечиться человек пойдет, когда у него чего? Плохо, да, когда у него там, типа, ужас, да, и когда, типа, когда вы не способны учиться, да, вы ощущаете, что ваша неспособность учиться, там, мешает вашей жизни, ограничивает ваш финансовый поток, ну, и, короче, все остальное прочее, о, так уже страшно, да, так уже, как бы, надо идти учиться, ну, в смысле, не то, что прям уже надо, да, но как-то больше, вроде как, поводов об этом задуматься, да, конечно, это, может быть, это не всегда, может быть, это не всегда культурно, да, может быть, это не всегда этично, но так делают, соответственно, мы совершенно точно все, я думаю, видели примеры подобной рекламы, и в телевизоре, и в фармацевтической, и в интернете, не важно, то есть, мы имеем дело с чем, мы имеем дело с фокусами языка, как с идеей замены описания мира, не как только убирать что-то, да, но как предлагать новое описание, новое описание, может быть, хуже, лучше, да, там, чуть богаче, чуть в другую сторону, об этом мы будем, естественно, все, как бы, говорить, кто пойдет, вот, на наш марафон, тренинг по фокусам языка, естественно, обо всем этом узнает в деталях, вот, а сейчас еще одно важное, про фокусы языка, вот, помимо того, что они могут, вот, разрушать и переформатировать, да, описание мира человека, они сами по себе являются способами, ну, определенным, каждый из них является определенным способом мыслить, обращать внимание на определенную, там, часть мира, и, именно из-за этого они являются способом собственное мышление раскачивать, они являются способом увеличивать гибкость мышления, давайте просто приведем пример двух фокусов языка, которые основаны на одной и той же там внутренней идее мышления, один из них называется другой результат, другой аналогия, так вот, фокус языка, другой результат, ну, он призван показывать параллельные какие-то цели, вторичные выгоды, сопутствующие какие-то результаты, но дело в том, что для того, чтобы, например, этот фокус языка уметь применять, быстро, например, да, хорошо, например, там, не думая по полчаса, да, для этого у вас в голове постоянно должно быть восприятие вот этого пространства целей, в том числе побочных, а если оно у вас есть, то, глядя на что угодно, вы их видите, есть одна очень, есть одна очень интересная такая идея, ну, что, там, люди богаты, люди успешные, никогда не делают одно дело, ну, за раз, да, всегда там это 2-3, то есть всегда достигается несколько результатов, там, пошел в магазин, заодно прогулялся, да, там, заодно, это, заодно еще что-то, ну, то есть, подобные вещи, бонусные какие-то результаты, пошел учиться новому, заодно познакомился, заодно вот это, заодно вот это, это нормальная ситуация, но, это нормальная ситуация только для тех людей, у которых в голове вот это пространство целей есть. Развивается оно в том числе с помощью развития в фокусах языка. Аналогия, что на что похоже. Опять же, кто знаком с психологической вот этой вот всей как бы штукой, метафоры, терапевтические метафоры, они построены на вот той самой идее аналогии. На том, что мы переносим проблему человека в какой-то другой мир, он там ее видит, он там видит решение, и потом решение переносит обратно. Это терапевтическая метафора, построенная на идее аналогии, на том, что мы посмотрели в соседний контекст. Но на идее аналогии в том числе строится идея о том, что это похоже на это, попробую вот так, да? Тут мне видится сходство, попробую объединить. Тут я не могу, а тут могу. Чем разница, перенесу ресурс. Идея, опять же, одного из тоже таких самых крутых мелперских практик, техник, идея переноса ресурсов, она строится исключительно на аналогии. Ну, окей, ладно, не исключительно, в том числе. То есть у нас где-то есть ресурсы, где-то нет. Ситуация похожа. Здесь я почему-то не могу с людьми разговаривать, а здесь я почему-то могу. Ситуация похожа, но тут могу. Перенесли ресурсы. Но, если их у меня нет, вот этой самой идеи аналогии, идеи поиска похожих контекстов, то я никогда в жизни не додумаюсь, что вот это похоже на вот это. Что у меня, например, детство, когда я спокойно разговаривал, ну, похоже на то сейчас, когда я не могу разговаривать и не смогу перенести оттуда ресурсы. Или я не увижу сходства между моей фирмой и такой же точной фирмой, да, по производству точно такого же самого, в точно тех же самых объемах, но в соседнем городе. Я не увижу аналогии, не смогу воспользоваться их, например, какими-то ходами. Скажу, ну, у них там они в другом городе, да? Да, совершенно верно. Наш язык, он отражает наши привычные стратегии мышления. И когда мы описывали периодическую таблицу фокусов языка, мы как раз-таки отследили вот четкую закономерность, каким образом человек описывает свой мир, каким образом он выстраивает предложения и какой способ мышления за этим стоит. И мы увидели, и, в общем-то, сейчас уже понятно, как с этим работать, и мы это используем, что у человека есть привычная стратегия, и определенные структуры ему даются легко. А какие-то структуры, какие-то фокусы языка даются тяжело так, что вот мозг скрипит, вот, ну, непонятно. Это вот вопрос не в том, что непонятно, а вопрос в том, что и так непривычно мыслить. И, соответственно, люди, которые в окружении попадают, ну, что называется, в одну волну, да, мы с тобой говорим как бы на одном языке, мы друг друга понимаем. Такого человека нам легко убедить, легко ему что-то объяснить. И мы, в общем-то, к нему точно так же относимся, он нам что-то объясняет, нам все понятно. А другим объясняешь то же самое, ну, точно так же, ну, вот прям теми же словами, да, теми же конструкциями, но не понимает человек, и все. Ну, вот хоть 10 раз повтори. Дело в том, что он просто мыслит по-другому, да, он использует другие структуры, и ему не заходят, да, не проходят сквозь его просто привычные формы описания реальности. И как раз-таки таблица фокусов языка помогает потренировать другие стратегии, включить их тоже вот в свой инструментарий, тем самым обогащая и свое восприятие мира и описание этого мира, и фактически преодолевая какие-то ограничения, расширяя их, трансформируя. И при этом появляется возможность другим доносить информацию гораздо в более широком формате, да, и одному типу людей, и другому типу людей, переходя на их язык, да, то есть проходя в их фильтры. Вот, поэтому, когда мы говорим о фокусах языка, эта система, она достаточно многомерна, да, это не просто система убеждений, да, и трансформация системы убеждений, но это работа с мышлением, развитие гибкости мышления, это расширение и коммуникации в том числе, то есть прям там очень много ресурсов, которые можно получить. И вот как бы потому, что мы нашли вот эти самые глубинные штуки внутри фокусов языка, у нас есть специальные упражнения. То есть мы добавили специализированные упражнения, которые, ну, как бы, насколько мы помним, кроме нас никто к фокусам языка не прицеплял. Именно на развитие вот тех самых там базовых схем, да, именно упражнения, если какой-то фокус языка идет тяжело, у нас, опять же, есть упражнения, мы их описываем о том, как развивать вот эту вот гибкость мышления. И да, да, действительно, она развивается. Да, действительно, получается, больше видишь, да, действительно, развиваются ассоциативные связи, их становится больше. Они становятся интересны. Побочным эффектом является развитие чувства юмора. Потому что, действительно, ну, то есть чем больше таких горизонтальных связей, тем проще, как бы, чем проще и укладываются разные, кругозор тот же самый, да, и быстрее находятся вот эти вот пересечения, там лучше понимаются шутки, там ваши шутки там тоньше становятся. Может быть, если у кого-то не было шуток, они появляются, потому что, ну, здесь действительно, это мы не специально, это не курс по стендапу, да, мы не занимаемся ни стендапом, да, ни именно развитием юмора. Это натурально побочная штука, просто потому что развиваем, развиваем, даже за собой заметили, что шутки стали прикольными, вот стало понятно, как строятся шутки, как строятся анекдоты. Ну, да, стало прикольнее, стало веселее. Если есть какие-то вопросы, пишите в чат, мы сейчас на них ответим, там, все ли понятно, да, и еще, может быть, какие-то по дальнейшей нашей программе. Я думаю, я думаю, можно даже это, можно даже звук включить, задать голосом вопросы. Да, да, можно задать голосом. Сейчас есть, да. Ну, а мы... Вопрос не знаю, какой-то вот Юлю очень, прямо через раз слышно, даже с наушниками, с микрофоном. Ну, вот, да, в данном случае не знаю. Вот микрофон обычно... Что-то, видимо... Если в таких случаях тоже еще отдельный, может, микрофона нету отдельного, или, может быть, в записи будет получше? В записи лучше будет, да. В записи будет получше, да. Да? Ага, Андрей. Ну, мы учтем, Анна, мы учтем, хотя, на самом деле, обычно микрофон спасал ситуацию, как только я его... И вот я, может быть, прослушала, но я еще просто пока на работе, вот сейчас уже только собираюсь. А вот упражнение было, говорили про аффирмации, да, вот как бы, да, ну и но, вот что прописать, прописать, а что-то еще после этого... Ну, очень неважно было слышать, я так прерывалась. Ну, давайте, да. Первое упражнение, просто вкратце напомним, первое упражнение, да, это вот те самые хорошие аффирмации, то есть ее проговариваешь, потом «но» и пишешь то, что приходит в голову. А второе упражнение, наоборот, в интернете искать именно вот уже, уже то, что люди выкладывают, как ограничивающие убеждения какие-то, как типа неполезные мысли, да, как, может быть, заблуждения по теме. И их тоже проговаривать, но уже не надо ничего добавлять, а просто проговаривать, может быть, даже несколько раз. То есть написано где, ну, я сейчас даже прямо достану чего-то одно, да? Ага, спасибо. Да, и потом вопрос про гикаря еще будет. Ну, вот, например, да, вот у нас есть «мужчины не умеют любить». Не знаю, насколько это правда, ну, допустим, да. Вот, понятно, что мысль неполезная для отношений, это я из карточки отношений вытащил. Хорошо. Начинаем просто, например, про себя повторять. Мужчины не умеют любить, мужчины не умеют любить, мужчины не умеют любить. Отзывается ли это где-то? То есть возникает ли где-то согласие внутри, да? Возникает ли где-то эмоция, типа там, ну да, блин, там, пошла плакать, да? Если вот это возникает, все, вот это вот мы тогда достаем, как бы ассоциируемся вот в это и пишем, то есть почему, да, почему мы с этим согласны, да, или там, может быть, как мы, как именно мы с этим согласны. То есть это уже своими словами переопределяем, например, вот это все. Это уже, это значит уже, если и не прям в чистом виде ваше убеждение, но к нему близкое, с этим уже можно работать. Да, а если вы проговариваете, проговариваете, а где-то там внутри рождается мысль, да ну нет, ну не всегда так. Ну там, бывают исключения, или там, ну может быть, там не так они умеют любить, да? Это значит, что вы с этим убеждением не согласны на 100%, и, собственно говоря, оно не является для вас ограничивающим. Тогда идем дальше. Все нормально. Да, идем дальше. Вот какого-то вы прям согласны, у вас нет аргументов против, это значит, да, убеждение ваше, есть смысл с ним работать. Ама, спасибо большое. Андрей, а вот эти карточки-то с вашей игры, просто никогда не слышала про игру. Да, да, это с игры, да, вот у меня даже вот такая вот коробочка, это вот, вот она, игра, да. А вы когда будете проводить? Карточки. Мы ее не особо проводим, вот тоже из игры, вот тут поле, всякие разные там фишки. Мы не особо ее проводим, мы ее больше, больше, наверное, это продаем людям для проведения. Ну, люди покупают для себя, либо для проведения, вот в таком формате. Мы так, с некоторой регулярностью, там весьма нерегулярной, мы ее в интернете проводим, также вот как бы в зуме, вот, но не можем гарантировать, когда это в очередной раз будет. Да, то есть это, что называется, следите за анонсами, потому что мы действительно... Понятно. У нас бывают моменты, а может проведем, а давай проведем, анонсируем в сторисах, да, там иногда в ленте появляется информация, и мы там ее проводим. Ну, бывает, да, что называется, по настроению. Понятно, Андрей, Юля, это как в потоке в таком. Ну, я думаю, я думаю, что вот на следующей неделе у нас начинается, как раз вот тот самый, да, марафон-тренинг по фокусам языка. Я думаю, что где-то ближе к его концу, этот через три недели будет, мы, я думаю, точно проведем, ну, чтобы и те, кто учатся, могли поучаствовать там, ну, и там, и вообще, наверное, открытые. Ну, да, у нас марафон стартует 5 апреля, длится всего, он будет 3 недели. Формат такой, что мы в группу в Телеграме высылаем задания, вы с этими заданиями знакомитесь, начинаете выполнять их в группе в Телеграме, и мы после проводим видео-встречу в Зуме для того, чтобы можно было обсудить там, то, что сделано, как сделано, все ли понятно, непонятно, то есть, чтобы прям уже закрепить, что называется, материал. И мы высылаем там следующую часть заданий, и там снова вы практикуетесь, тренируетесь, и потом в Зуме мы снова там проводим разборы, отвечаем на сложные случаи, а скорее всего они будут, да, для большего понимания. Вот, и вот таким образом будет погружение вот эту самую трансформацию в лингвистику. Ну, могу честно сразу сказать, что это будет, ну, тот еще взрыв мозга, да, потому что, ну, непривычная эта вещь анализировать собственную лингвистику, потому что мы вот как привыкли говорить и мыслить, мы, в общем-то, так и говорим, всегда, везде, со всеми, да, когда нужно вдруг задуматься над тем, как ты сказал фразу, а почему ты так сказал, а как ее сказать по-другому, ну, сохранить, да, структуру, но сказать по-другому, ну, вот тут мозг начинает скрипеть. Но на самом деле втянуться в этот процесс, ну, получается достаточно быстро, и очень интересные вещи начинают происходить. На самом деле мы об этом тоже говорили, да, много раз на разных тренингах в НЛП существует две техники, которые вот прям принципиально выделяются из... Это вот фокусы языка и метамодель. Обе работают вот именно с тем самым лингвистическим описанием собственной личной субъективной реальности, и именно поэтому они сложны, потому что нужно посмотреть на то, на что раньше не смотрел, да, и так, как раньше не смотрел. То есть все остальные, там, якоря, субмодальность, работа именно вот с визуально-удеально-кинестетической штукой, это нормально, это привычно. А вот работа с описанием мира, это прям вот есть в этом что-то такое, как-то типа духовное, кастанидианское, магическое. То есть это прям серьезные практики, как минимум требуют, чтобы мост там поскрепел. И поскрепил. Вот, ну, может быть, Андрей, сейчас в чат, если у тебя есть возможность, сбрось ссылку на запись именно на тренинг-марафон, и в любом случае вместе с записью этого вебинара ссылка будет тоже повторена. Ну, она будет, в любом случае, то есть все, кто здесь у нас сейчас есть, и все, кто получат запись видео, это люди, которые, ну, зарегистрировались, да, так или иначе получают рассылку по этому поводу. Вот, поэтому мы напомним, конечно, еще раз и про сам марафон, и видео вот это вот, мы звук поправим. Видео тоже выложим, чтобы его можно было посмотреть. Ну, и те, кто не смог присутствовать вживую, тоже, конечно, могут его посмотреть. Ну, что ж, тогда на сегодня всем спасибо. Рады были всех видеть. До свидания. Да, очень приятно было видеть вас. Будем рады видеть, в том числе на тренинге-марафоне, потому что это будет такая хорошая, глубокая работа. Всего хорошего. До свидания. Всем до свидания.